так друзья наши птицы сегодня 10 дней сегодня 15 февраля они 4 вывода но 5 4 5 значит вот такая птица температура у них 25 и 7 что значит едят они сейчас у нас уже пока какой пока пардон она же пурина они ели у нас старт сейчас переходят на рост на гровер завтра я думаю что переведу их полностью на гровер сейчас просто подсыпал им вчера сегодня так давайте мы сейчас с вами сначала посмотрим на сам корм так корм вот у нас значит мешки стартовые зеленые теги вот такая зеленая этикетка мешки гровер синий этикетка не перепутайте и финиш у них такая розовая давайте чуть подробнее с вами остановимся на корме пурина вот так выглядят мешочки корма наше хозяйство не использовала комбикорм пурина в других мешках только вот таких цветных он существует насколько мы знаем и в не цветных мешках и типа как содержит то же самое но мы сами с этим не сталкивались и не покупали такой корм поэтому не знаем говорим только вот таком корме в цветных мешках и разница между мешками именно указано в цвете ну и в надписях соответственно этикетка зеленый стартер гроуэр синие у нас и финиш это розовая этикетка чуть поподробнее посмотрим на паспорта качества я и сделала вот в таком формате стоящих рядом с этикетками конкретно к этому паспорту качества относящемуся корму и для того чтобы вы тоже могли это заметить полностью то что указано на этикетке она же практически за не исключением нескольких строчек которые касаются непосредственно партии на которую получен этот сертификат этот паспорт качество они его в общем паспорт качество цитируют этикетки поэтому то что написано в паспорте качество если на этикетке не очень хорошо видно в паспорте это конечно каждую букву можно рассмотреть посмотреть что они содержат и хочу заметить что компания бурина это один из крупнейших производителей комбикормов на в нашей стране но и не только в нашей но для нашей страны однозначно и еще этот корма в любое время года в том числе и зимой то что явилось для нас в общем толчком попробовать этот корм тоже можно достать его то есть я предполагаю что у них более менее стандартное качество что зимой что летом что в сезон что не в сезон потому что компания крупная и они имеют возможность вот такие складские запасы все-таки иметь и вне сезон качественного корма срок годности этого корма дольше чем у большинства других производителей он представляет из себя 6 месячный срок все составляющие комбикормов вы можете увидеть в паспортах качества все четко написано можно посмотреть что из них каждый представляет мы же с вами остановимся на антибиотики и как-то диастатике в старте и в гроури используется здесь в качестве антибиотического средства это цинкобоцитроцин это антибиотик основным лечащим компонентом которого является бацитроцин просто полипептидный антибиотик бацитроцин используется зачастую и в лекарственных препаратах для людей например бониоцин есть такая антибактериальная присыпка на раны там тоже действующее вещество это цинкобоцитроцин действует в отношении грамма положительных микроорганизмов включая гластридиум перфингенс это микроорганизм который встречается повсеместно везде и вызывает заболевание у птицы кластридиоз называемый для того чтобы от него избавиться значит сырье должно проехать проходить термическую обработку при 130 градусов более трех часов также он оказывает выраженное стимулирующее действие на птицу и улучшает использование кормов вот такая строчка есть принципе во всех антибиотиках которые как кормовые используются без исключения вот поэтому ничего нового в общем то и не всасываться в желудочно-кишечный тракт вот эта формулировка на для нас в принципе под вопросом и вызывает сомнения потому как в данном случае желудочно-кишечный тракт птицы должен быть в идеальном состоянии не иметь микротрещин в любой другой ситуации часто встречающиеся каким образом антибиотик не всасывается или всасывается в кровь и накапливается в органах и тканях мы утверждать этого не можем знать этого не можем к сожалению выводится он из организма антибиотик этот неизменном виде с фекалиями этот антибиотик в принципе не имеет срок ожидания то есть на следующий день после окончания его применения птица может быть забита но и еще одно лекарственное средство это монодин натрия антикокцидийный препарат и в качестве основного вещества содержит 10-процентный анафорного антибиотика монодина натрия и вспомогательные компоненты в короче монодин тоже можно так сказать что частично это кокцидиостатик который на основе антибиотика 10-процентного сделан монодин в общем препарат который является профилактикой кокцидиоза у цыплят бройлеров и ремонтного молотника и еще есть такой момент что он у корней сушек выводится с яйцом то есть в яйце есть этот препарат и монодин в общем птичкам не нужно давать которые несут яйца на потребление но употребление в пищу в одном из видео о комбикормах где мы рассматривали пурину в общем эти лекарственные препараты уже рассматривали с вами и тут и другой не усваивается желудочно-кишечном тракте но это под вопросом об этом мы тоже говорили ранее еще хочу обратить ваше внимание на то что на самих паспортах качества указан срок выдержки шесть дней не 5 как в инструкции к препарату а именно 6 дней так елена виктор она пожалуйста смотрите значит по форму показываю мешки я не знаю разницы наверно не заметит на камеру но я вот вижу на глаз вот этот гровер он темнее пойдем на улицу выйдем тут солнышко красота вот гровер справа вот так справа гровер слева старт здесь более такие белые они да здесь более темные по запаху я уже нюхал давай тоже за ручку вот это тогда будет солнышко через эту наверное цветопередачи лучше давай тестируй я уже нюхал свое мнение скажу карамелька пахнет ваниль 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 какая-то какой-то десертный запах так и у этого тоже но у этого больше хлеба это согласно нет знаете чем припахивает горьким шоколадом да вот короче знаете нас на запах у него запахи вкус у старта такой сладковатый какой-то знаете как так что как как какие-то конфеты я говорю тебе запах горького шоколада при вот при запах такой но это ты гровер нюхалад я про старт сейчас говорю такой старт такой же не одинаковая правильно понимаю фракции одинаковые да но запах разный понюхать внимательнее вот у этого более хлебный запах гровер да я не спорта вы еще раз понюхать сразу гровер такие дегустации у нас проходит тут нашли пробовать будешь если бы я кстати думала что там перьевая мука допустим то может и лизнула бы но вот как на мясокоску меня не было даже это рыбное это вот с мясокоской не очень хотелось бы связано это же наверное не из прямо филе рыбное так ладно в общем все вот мы разницу показали у них получается гранул одинаковая а по цвету гровер чуть чуть темнее старт чуть светлее а тебе не кажется что в гровере есть крупиночки видишь кукурузки на львове есть но там тоже я вообще не вижу каждому просто светлые нити не видно может быть из-за света есть тоже давайте мы взвесим это дело покажи пока птицу размеры если так будет расти ту я из брудер буду вынужден переселить раньше чем 20 дней ну то есть по размеру она скажем так гораздо крупнее чем до этого партия была смотри обнуляем по нулям по нулям да я подсказываю сначала я просто буду хватать отнять убрать давай еще раз так я сейчас просто схвачу по нескольку штук взвесим по одной или по 5 а потом уже по 5 хорошо так сначала аккуратно сколько им еще раз говори 10 дней значит по таблице по той же таблице что мы использовали для расчета для сравнения веса вот с предыдущей партии я беру вес в 10 дней должен быть и 260 грамм вот давайте маленького 300 вот тоже не особо большой 335 найди самого маленького какого ты видишь я не могу самого маленького я тебя найти давай сама ищу головой в кормушке а нет вытащил голову и такой давай крупного какого-нибудь тоже и маленького ты еще маленького я крупного ну вот мне задача сложнее вот мне кажется на тебя прям вот давай смотри я по крупных мне кажется нашел давай вот 360 375 вот это крупнички слушай я не знаю я даже не знаю вот этот может быть вот смотри маленький вот он с ногой с больной не с больной но он что-то это прихрамывает прихрамывает да у него суставу спаленый вот он 245 да норма по той таблице и напомню 260 короче вот маленький мне кажется маленький да все равно по там личным весам проходит все давайте сейчас мы просто вот так возьмем а если будет выпрыгивать не что бросать камеру или оставшийся цыплят я не выбирал просто желток и и попались помилковать это 1645 так памят покажу как мой муж любит показывать помет мама родная ни одного видео без помета ну в общем да ну вот они там выйти в как раз в процессе приготовления помета все какое режим мы можем сделать короче корма новые начали использовать вот такие вот веса сами анализируйте сами рода для себя делайте значит табличный я сказал 260 по той таблице которая была на той партии на той партии было меньше вентиляцию было меньше по моему да ну по моему так друзья эту партию как мы и говорили мы выращиваем точно так же как предыдущие то есть пропойки температурный режим условия содержания все то же самое будет вы можете сказать что у вас в брудере изменился нагревательный элемент до нагревательный элемент изменился но принцип действия не изменился были красные лампы тоже излучающие тепло как бы все то же самое вот большой разницы здесь быть не может значит мы также в 20 дней пересадим их на верхний ярус вот возможно я это сделаю раньше потому как если они будут расти интенсивно и место им станет здесь меньше я сделаю пересадку раньше но взвешивание мы проведем 20 дней также в 20 дней мы определим контрольную группу то есть мы взвесим какое-то количество высчитываем средний вес найдем похожих особей до соответствующих среднему весу повесим на них кольца и будем уже дальше контролировать вес вот этой контрольной группы все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки пишите комментарии всем пока но по старам а зачем вам проходит если вы кормите пурины ну потому что эту партию еще раз повторю мы вырастем также как предыдущую в будущем возможно я вообще пропойки не буду никакие применять но это конечно маловероятно я оставлю конечно же витамины витом в начале а там уже посмотрим а можно на пурине растить изначально без пропоек без всяких ну пурина говорит что может а вы как считаете не знаю я знаю мне нужно проверить на собственной шкуре частично я чем-то еще потом придумали напишем